Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 января и вот все глубже и глубже мы углубляемся в тему планирования, планирования наших будущих посадок весны 2020. Как все-таки все так продумать, чтобы все прошло гладко, как по маслу. Ну конечно, для этого нужно какое-то время уделить. Я вот уже рассказывала, показывала, как я выбираю томаты для первого посева, как отсортировываю, какие томаты сею в последнюю очередь. Вообще в общем о томатах рассказала, какие я сею в теплицу, почему именно, потом рассказала, как составляю схему. И теперь сейчас я расскажу вам самое интересное, какие именно сорта я буду сеять первыми для получения супер ранних урожаев и почему именно эти. Но сначала я скажу немножко теории, потому что я вот давно-давно зимой еще рассказывала, что мы должны учитывать при подборе вот наших сортов в теплицу, чтобы не разочароваться и чтобы урожай был у нас хороший. Я говорила, что нужно учитывать регион, я учитываю свой сибирский регион и большинство все-таки сортов у меня выносливые, вот такие сибирские, или хотя бы не сибирские, но которые можно выращивать, реально в Сибири получить результат. Потом нужно учитывать еще не только регион, но и количество свободного времени, которое вы можете уделить. Поэтому я говорила, что если вы работающие, вам некогда, не нужно одни индетерминатные высаживать томаты себе, особенно в теплицу, они там разрастаются. Вот у меня времени полно свободного, но в первые свои посадки я все-таки индетерминатных высаживаю половину, а половина вот таких. И что нужно еще учитывать? Это тоже основное. Нужно учитывать свои предпочтения, какие томаты вам нравятся. Естественно, если вам нравятся крупные, больше крупных. Если нравятся такие для засолки, для переработки, больше таких. Ну и, конечно, самое главное, это семена. Вот выбирая для первого своего посева, понимаете как, если вы хотите получить супер ранний урожай, то мы должны понимать, что осечки не должно быть. Если будет осечка вот с посевами, с первыми, то это уже будет не супер ранний урожай, а просто ранний, обычный, как в теплицах. Если, не дай бог, что-то не получится, что-то пойдет не так, пересевать-то уже времени не будет. Это пересевать мы можем, например, потом для открытого грунта. Ну, посеял, потом можно чуть попозже. А когда получить мы хотим супер ранний урожай, именно вот эта вот хорошая всхожесть и отличный результат при посеве нам очень важен. Поэтому для этих первых посевов, для супер раннего урожая, я никогда не беру те, стараюсь не брать те сорта, про которые я показывала, что вот это те сорта, которые я совсем не знаю, которые только что пришли с магазинных пачек. Я буду их испытывать, то ли понравятся, то ли не понравятся. Эти сорта я убираю все сразу для своих первых посевов. Конечно, я достаю свой архив, вот свои планшетики. Они без пачек, они не в красивых упаковках, но я на них надеюсь. Я их знаю, потому что я делала их сама. И вот для первого посева у меня идут вот эти вот почти все томаты, которые я буду сеять в первую теплицу, выращивать. Они будут все из собственных семян. А, кстати, вот ходила вчера в магазин, там новых прикупила и увидела Демидова. Хочу всем показать. Появился Демидов серии «Сибирский сад». Раньше я не видела его. Так что, кому нужно было Демидов, можете теперь спрашивать. «Сибирский сад» стал делать Демидова. И купила еще вот новых, которых не выращивала. По положительным рекомендациям. Вот «Цефамандру» купила, «Клеопатра» красивая. Потом «Чудо пальчики» написано, что очень урожайный. И «Дон Жуан» тоже. Но эти все, какие бы красивые ни были, каких бы положительных отзывов ни было, в свою первую теплицу я высаживать не буду. Так, поехали. Что мы высаживаем в первой теплице? Как всегда, вот этот крайний ряд, тут у меня всегда из года в год растет Демидов. Потом растет, вот в этом году был спиридон. Оставлю немного спиридона. Будет расти москвич. Хочу попробовать, я уже сказала, нынче буян. Одну лунку желтого, одну лунку красного. Малиновая ляна, клуша. И по всем этим наименованиям, возможно, еще госпожа удача, если влезет, по этим наименованиям вы видите, что это томаты ранние, скороспелые. То есть, именно они дадут мне первый урожай. И когда я говорила, какие томаты посеять в последнюю очередь, называла все вот эти скороспелки, с ранними, со всеми. Конечно, если мы их в открытом грунте хотим выращивать, мы можем их посеять в последнюю очередь. Но дата посева резко меняется, если мы хотим эти томаты использовать для получения раннего, суперраннего урожая. тогда их люди эти сорта и сеют раньше и высаживают в теплицу только для того, чтобы они обогнали вот этих вот высокорослых индетерминантных и дали нам самый-самый первый урожай. Как я говорила, конечно, они по вкусовым качествам не дотягивают, они не такие мясистые, нет среди них бифтоматов, простенькие, без всяких претензий, без всего. Но когда они поспевают первые, все знают, что они самые-самые-самые вкусные. Во втором ряду у меня будут, опять же, как всегда, Настенька, будет толстый джек, который очень хорошо, прекрасно себя зарекомендовал в этом году. Будут золотые, ой, русские колокола, без которых ну никак не обойтись. Каждый год я их высаживаю и они не только поражают меня вкусом, но и вот когда поспевают первыми вот эти оранжевые вытянутые плоды, вот как колокольчики, они просто поднимают настроение, на них, глядя на них, хочется горы свернуть, чтобы вот, ну очень они такие, как жизнеутверждающие, как я говорила, вот эти солнечные томаты, я от них не могу вообще, очень нравятся мне. Вот эти буду. Ну тут у меня еще все до одной штучки не высчитано, но я уже знаю, вот я уже написала, что Настенька будет обязательно, толстый джек обязательно, русские колокола обязательно. Потом вот в разряде крупноплодников, крупноплодников, конечно, обязательно будет пудовик, каждый год его высаживаю в первых рядах, обязательно будет розовый мед, обязательно будет чудо земли, поражают своими крупными вот этими малиновыми плодами, но будут они намного позже, чем вот с первого ряда вот эти малыши-коротыши, будет любимый праздник, будет Вова Путин, обязательно, будет штраух, который высаживаю ежегодно и показывала вам осенью, какие он показывает в теплице результаты, дорастает до потолка, весь увешан стандартными, такими ровными плодами, вот как как на картинке, как на выставку, как в магазин. Потом будет обязательно ботяня, будет обязательно сибирский изобильный, орлиное сердце, индийское мясо, крымский, черный. Как вы поняли, это все те томаты, которые я выращивала в этом году, и которые я буду сеять в теплицу со своих семян. Еще раз говорю, что рисковать магазинными семенами для первого посева я не могу, потому что очень поставлено много на это. Тут же будет, во-первых, повышенный уход за этой рассадой, ранние посевы, и подсветка, и все на свете. Но вы знаете, как вырастить рассаду посеев очень-очень рано. Я не составила еще график, и у меня спрашивают, вот вы рассказываете, почему вы называете дату? Ну почему, почему? Потому что я решаю еще. Это же серьезно, дата первого посева. Я вот в прошлом году посеяла 29 января, взошли примерно 4-5 февраля, в начале февраля они взошли. И получилось все прям прекрасно. 24-26 апреля я высадила, но так как вот в этой теплице у меня в самый первый, в самый ранний теперь подогрев грунта, одна женщина написала, я с Урала, у меня климат такой же, поставила первый год подогрев грунта, посадила, посеяла 24 января, и очень все хорошо получилось, и вот я думаю, может быть мне тоже прошлогодней дату посева сместить, хотя бы на одну неделю, не 29 января, а посеять 24, и высадить не 24 апреля, а примерно 18, может даже в середине апреля, раз подогрев грунта, но это очень серьезный вопрос, и я вот думаю, думаю, как бы не опростоволосится, как бы не было это слишком рано, может быть лучше не рисковать и посеять все-таки 29 января, а потом думаю, ну а чем я рискую, ну посею еще раз через неделю, будет второй состав для подстраховки, ну и вот, так что график посева пока от меня не требуйте, еще рано, через неделю я точно решу, для меня это очень серьезный вопрос, я решу график посева, весь напишу, в каких числах для открытого грунта, в каких для теплицы, когда перцы, когда баклажаны, и все вам оглашу, пока вот я сказала, какие, а, и еще в эту же теплицу посею в этом году Дефрау, оригинальное название которого я так и не могла, не могу у себя найти нигде в записях, нигде, потом Делишес, вот который из книги рекордов Гиннеса и Король Лондон, в этом году я их выращивала впервые, в другой теплице, более поздний был посев, они очень хорошо себя показали, все гиганты, все такие крупноплодные, крупняк такой, вот они у меня тоже пополняют ряды этой теплицы, ну, какие-то войдут, какие-то, может быть, не войдут, будут в следующую теплицу, но примерно я вам назвала и сказала, что вот для первого посева я всегда использую только свои семена, а экспериментировать с магазинными семенами будем в последующих посевах или в открытом грунте, все, до свидания, вот так вот понемножку, конечно, тот, кто выращивает уже много лет, они все это знают, они уже на глаз сами все это составляют, они знают из года в год сколько томатов у них в теплице, но вы поймите, вот кто пишет, сегодня прочитала, очень много говорите, ну а как еще объяснить человеку, которому, например, уже 50 лет, пусть даже 55, но он еще ни разу, вот первый раз поставил теплицу, возможно, только купили там садовый участок, как объяснить и как рассказать, как можно в двух словах вот все это рассказать и показать, вот все эти вот, вот эти букарашки, как объяснить, я не знаю, я стараюсь, конечно, все так рассказывать очень подробно, разжевываю, с учетом на начинающих, а если кто опытный, он немного послушает края муха, он и так поймет, как я делаю, некоторые пишут, о, я тоже так делаю, просто он подтвердит еще раз, что да, у многих сходятся схемы посадки, единственное, что я хочу еще добавить, видите, у меня, может кто-то заметил, нынче лунки вот так расположены, в прошлом году они были вот так, и томатов у меня входило больше, было 122, или даже 144, они были вот так вот в длину, и ясно, что они были чаще, вот так сделала, из-за того, что мы сделали короба, но я когда буду высаживать, я на месте все покажу, и вот из-за того, что здесь заградительная короба, сделали, как сказать, ширина грядки сузилась немножко, и вот в таком расположении уже невозможно, но если у вас нет вот этих вот ограждений, бортов, то вполне возможно, что грядки вы не повдоль распределите, а вот так поперек, по вдоль у меня в прошлом году был только вот этот ряд, самые высокорослые, самые индетерминантные, а эти все вот так были, почаще, почаще, через 40, и у меня входило больше, вот, это еще одна мелочь, про которую я чуть не забыла сказать, все, до свидания!